У вас время будет еще присоединиться, потому что до завтрашнего вечера, я думаю, что много кто еще успеет, потому что марафоны сейчас буду делать очень редко, наверное, даже не раз в месяц, а может быть раз в два месяца, либо раз в три месяца, потому что просто физически не успеваю. Поэтому присоединяйтесь, чтобы не ждать потом два месяца, и этот будет марафон по депривации, он будет очень сильно отличаться от предыдущего. То есть чем глубже я вхожу в эти состояния, тем больше у меня меняется восприятие, и тем глубже я могу вам рассказать о каких-то своих новых познаниях. Вот так вот, это один из первых вопросов. Второй вопрос, это, конечно же, детокс и ретрит. То есть получилось так, что несколько человек уже купили билеты на ретрит, который мы не утвердили число, и даже не занимались еще отелем, а несколько человек купили уже билеты. И мы уже говорили в том эфире, и в этом эфире я еще расскажу, потому что опять получилась такая ситуация. Люди как-то хотят перепрыгнуть вот этот вот детокс, который будет в феврале, и сразу же ехать на мартовский, на глубокий. Ребята, все равно перепрыгнуть не получится. Вы можете перепрыгнуть с детокса на ретрит, не ехать на детокс, но внутри себя вы все равно не сможете перепрыгнуть. Вы же себя не получится обмануть. Поэтому если все-таки вы хотите идти в эти состояния достаточно глубоко и надолго, то это, наверное, все-таки нужно делать постепенно. И чтобы это делать постепенно, присоединяйтесь к детокс-марафону, который будет пять дней, шесть дней, вернее, да, у нас шесть дней он будет идти. Вы там будете все в нашем поле, будем общаться вживую 24 на 7. Поэтому я думаю, что глубже перед тем ретритом, либо вам тот ретрит вообще не понадобится, вы не проработаетесь. Поэтому приглашаю вас всех все-таки в феврале. Очень жду. И будет, наверное, это будет одно из правильных решений, потому что кто хочет сразу же на мартовский, конечно же, лучше съездить сначала на детокс. А потом понять, насколько это вам вообще актуально. То есть нужно с каждым шагом познавать, насколько вам нужно идти дальше. Это обязательно. Вот. И еще хочу сказать, что будет слет сыроедов и пранаедов. Сейчас скажу. Сейчас секундочку скажу. Ох, я уже задерлась. Я уже, наверное, говорила. Это будет с 3 февраля по 7 февраля. Вот так вот. Будет слет сыроедов и пранаедов в ведрусе Краснодарский край. Это можно будет задать либо в личку вопрос, либо я уже выкладывала девочкам куда. Просто меня пригласили, и я буду на пятом... Так. На каком дне-то я буду? Какого числа, Светочка? Это будет с 3 февраля по 6. И я 5 февраля, 5 февраля я туда приеду. Буквально вот я вечером проведу лекции и индивидуальные вопросы, индивидуальные проработки, депривация сна. И 6 я уже оттуда уеду обратно. Вот. Я буквально на денек, но там будет очень много интересных практиков. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. И вся информация, она тоже будет вам с огромным удовольствием дана. Кто будет проводить этот марафон, то, пожалуйста, с огромным удовольствием будем рады вас видеть. Вот. Но это вот 3 таких вот вопроса, которые больше всего меня атаковали. Отлично, отлично. Слёт броноедов. Правильно мы поняли, да? Броноедов и сыроедов. Очень интересно. Наверное, с каждым днём прибавляется, список увеличивается, да, прибавляется количество мастеров, спикеров. Очень интересно. Отлично. Очень интересно. Тем более в нашем крае, друзья. Да, будем следить за новостями. Светочка, ты на шестом, на завершающем дне будешь, да? Нет, не на завершающий, там ещё следующий будет день. Ага. Очень интересно. Хорошо. Ждём от тебя. Да, посмотрим, да, может быть, вместе туда съездим. Там уже будет видно. Очень интересно. Да, 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 я была в этом посёлке. Очень такой интересный. Люди своеобразные, стремящиеся, конечно же, к таким более, скажем, как это назвать, даже не амбициозным целям, а как бы я их назвала. Наверное, я бы эти цели назвала... Ой, сейчас я скажу, потому что я тут занимаюсь кое-каким этим экстраординарными. Вот. Жизнь сделать свою, как шедевр, и вот записала слово экстраординарный. Хорошо. Ребят, я смотрю, что почему-то в чате на Ютубе нет вопросиков. Вот. Возможно, все, кто были сейчас на эфире, получили ответы. Вот. Благодарим за приветствие Марии и Олеся. И можете включаться, друзья. Давайте голосом. У нас сегодня столько старых новых друзей в этом новом году. Давайте заходите в Zoom. Включайтесь. Сигнал. Сергей. Олеся. Мария. Ждем вас. Давайте. Да, ребят, пока нет вопросов. Я еще хотела сказать, что мы выложили из закрытого клуба в открытый доступ эфир с Михаилом. Он как раз рассказывает о своем недуге, который у него сейчас еще присутствует. И насколько ему помогли сухие дни, он был 21 день на сухих днях. Мы с ним достаточно глубоко в эти дни прорабатывали его психику, так сказать. И у него хорошие, конечно же, результаты. Это выложили именно для того, чтобы не только в нашем закрытом клубе люди видели, что действительно это помогает. И это не просто там кто-то сказал где-то, непонятно где. А есть действительно такой живой человек, с которым можно связаться, который может даже... Ну, я думаю, что, наверное, даже может, если у кого-то такие же заболевания предоставить, показать свои анализы. Чтобы действительно люди знали, что у них есть... У каждого есть шанс на выздоровление, на исцеление. Пожалуйста, только вера в себя. И самое главное, чтобы вы не опускали руки. Потому что любую болезнь на любой стадии можно излечить, можно исцелить. Ребята, на самом деле Михаил очень открыт. Он делился. И вот если Светлана выкладывает, он уже в свободном доступе, Светочка, у тебя? Да, этот эфир мы выложили в свободный доступ, да. Он и в Инстаграме, и в Ютубе? Он только в Ютубе, в открытом доступе, на моем канале. А в Инстаграме нет. В Инстаграме у нас он в закрытом клубе так и остался. Хорошо. Значит, он на Ютубе в школе автономии, чтобы мы понимали все. Да? Да-да-да. На Ютубе он есть. В школе автономии. Да, и на самом деле... Нет, по-моему, на моем канале. Или в школе автономии. В общем, ребят, заходите и туда, и туда. Там много интересной информации. Точно не пожалеете. Хорошо, хорошо. Отлично. Ну, я хотела бы, что если кто-то норенький смотрит нас, чтобы они ориентировались на званиях. Хорошо. А на Ютубе вопросы завалили. Интересно, что я не в интернете, что ли? Раз мне ничего нет, я не вижу вопросов. Сейчас посмотрим. И, значит, относительно того, что сказала Светлана про Михаила. Я думаю, что спустя 21 день неедения, я думаю, что, вот так скажем, недуг отступает. Вот оно лучше так вот сказать, чтобы мы могли, ну, больше дать силы тому, что уже столько сделано Михаилом. Это действительно большая работа Светланы по настройке, по сонастройке, по поддержке. И сейчас Михаил вдохновляет очень многих людей в чате, да, в нашем чате Телеграм. Это вообще клево. Благодарю. Так, я смотрю вопросик. А, вот, вижу, вижу. Да, сейчас, минуточку. Пока Александру Сергеевичу отвечу. Что такое ведруся? Это поселение в Краснодарском крае. Какой там план, состав мастеров и практик? Я сейчас перечислять не буду, потому что, ну, как бы, может быть, это не совсем уместно. Это долго будет. Вы можете написать мне в личку, а я вам дам телефоны организаторов, и они вам все-все-все подробно расскажут. Да, да, да. Хорошо. Так, здравствуйте, девочки. А можно на гвоздях при лишнем весе стоять? Да. Гвозди. Гвозди любой вес. Да, да, и действительно, это на самом деле меняет и привычки в лучшую сторону, и многое другое. То есть гвозди, они берут людей с разным весом. Знаете, как солнце светит всем одинаково, так же и гвозди принимают всех. Мама боится большим весом, боится становиться, Александр Сергеевич, на гвозди мама боится или как? Нет, не прокалывают, гвозди не прокалывают. Те гвозди, которые вы покупаете у мастеров, они не могут проколоть. Там гвозди особенные. Да, у них такой своеобразный нарез, скажем, такой интересный, скрученный, такие они как бы по резьбе. Ну, это специальные гвозди, друзья. Ну, по гвоздям у нас был один эфир. Это был в закрытом чате эфир, да, и на моей страничке есть он в Инстаграме. Ну, и, соответственно, мы будем продолжать такие эфиры, да, Света, и кто приедет на депривацию, и кто приедет сейчас на детокс, соответственно, вас ждет дорожка из гвозди однозначно. И очень много эмоций, впечатлений, и вы узнаете о себе буквально за 3-5 минут вы узнаете о себе все. Потому что на гвоздях это идет проекция такая, мини-жизнь ваша. Вот в таком сжатом времени вы узнаете о своих вещах, о своих привычках, о себе, многое, что вы даже не знаете. Ну, все, я завершаю, Светочка. А я хотела ответить на вопрос, тут задали вопрос про Мишу, как называется видео. Видео называется там, когда этот эфир сохранится, там все контакты, автополстар оставляет всегда. Вот, и там можете перейти на YouTube Лафлана, и там называется школа автономии ВИЧ, чистые дни и автономия, 21 день сухого голодания. Гость из Португалии. Я хочу сказать, что он уже сейчас наш автополстар, наш уважаемый, любимый Павел. Уже сейчас все есть. Вы можете даже сейчас зайти на YouTube и увидите в нашем эфире. Сейчас ссылки все на школу автономии и на Instagram, ВКонтакте и Telegram чаты, друзья. Так, благодарю, благодарю за комплименты. Вот, Люба, уже пришли к гостике. Замечательно, можно будет начать становиться нам все чаще и чаще. Я бы предложила в Zoom начинать. А, ну, почему не в Zoom? Можно в Telegram выходить, можно в Instagram. Сейчас уже везде включаются видео, трансляции. Мы можем несколько человек сразу включаться, либо поочередно, если будет нас много. И поддерживать друг друга. Я за. Раз в неделю я готова. Да, с огромным удовольствием. Да. Вот после снега, друзья, есть такое открытие у меня, что после того, как вы походите по снегу, минута, может быть, там 30 секунд, кто-то полторы-две. Ну, вот я хожу где-то до трех минут вообще просто. И после этого на гвозди тут же не надо ничего, не вытирать ноги, не греть никак. Как-то сразу же вы вообще просто почувствуете совершенно другой эффект. Вот так заходит. Про воду, про сухость тела. На автономных днях, если мы говорим про воду, в чате было два вопроса. В этом чате, в зуме, да, про воду и про сухость тела. Если мы говорим про воду, то я, наверное, скажу так, если коротко, то если вы, смотря на каком вы питании, ребят, вода, если вы все едут, то вода просто необходима, чтобы вымывать из вас. И чем больше вы облегчаете питание свое, тем больше ваше тело не хочет пить. Прислушивайтесь к этому. Потому что когда вы выходите уже на совсем чистое питание, либо на фруктоедение, либо на такое сыромоноедение, то ваше тело практически отказывается от еды самостоятельно. И какое-то время, да, у вас будет кожа, она будет сухая. Тем более, когда вы будете очень достаточно долгое время практиковать сухие дни, то первое время у вас кожа будет как пергамент. Она будет тонкая, она будет с морщинками. Ей тоже нужно время перестроиться. Не без этого. То есть не бывает такого, что вы выходите на какой-то новый уровень вашего осознания, вашего тела, и сразу же оно у вас начинает сиять. Нет, ему тоже нужно перестроиться. Ему нужно включить свои внутренние ресурсы для того, чтобы стать еще краше, еще моложе, еще лучше. Да, у вас потом будет кожа, она будет как слегка замасленная. Это есть. Но этот этап сухости нужно пережить, от этого никуда не деться. Так, да, я, ребята, вижу все вопросы на Ютубе, но пока они закончились. Вот, сейчас идут, да. Мария, благодарим тебя за то, что нравится организация и видео. Благодарим, очень приятно. Да, как-то все по легкости идет, радости и легкости, это важно. Да, еще, ребята, хотела вам сказать, мне, ну, наверное, уже несколько месяцев очень часто задают вопросы про аппараты Саши Феклистова. Я их так прям усердно и упорно игнорировала, потому что мне, правда, было нечего сказать. Но могу сказать, что на сегодняшний день, может быть, уже к следующему эфиру, а может быть, через эфир я дам обратную связь, потому что на сегодняшний день у меня есть человек, который будет рядом со мной находиться с данным аппаратом. Вот, и поэтому мне будет есть, наверное, что сказать, как посмотреть на это. Но сейчас то, что я могу сказать, это он у нас пришел сегодня. И в доме, когда мы его включаем, я очень чувствую внутри вот эта вот вибрация. Она настолько ощутимая, и причем вот она, вот такая вибрация внутри по всему телу идет, но она не раздражающая, не навязчивая такая, а, наверное, это такие две несовместимые вещи, которые, я скажу, это успокаивающая вибрация. Вот я пока не знаю, как это сказать, это еще очень мало времени, это еще буквально несколько часов, поэтому мне пока рано что-то говорить. И еще все-таки, ребят, что бы я ни сказала, как бы кто не советовал, как бы кто не говорил, что хорошо или плохо, наверное, все-таки вам нужно четко осознавать, что все, что сейчас с нами происходит, все, о чем мы сейчас вещаем, о нашем опыте, он настолько мал, что на него опираться крайне сложно, то есть если бы я была в состоянии автономии 20 лет, то я бы вам сказала, что да, вот этот вот, вот этот образ жизни мой, он влияет вот так-то и так, по истечению 20 лет вы получите такие результаты. Я пока это не могу сказать, поэтому я делюсь просто своим опытом, не для того, чтобы вы меня копировали, не для того, чтобы вы как-то приняли это за то, что нужно именно так жить и так существовать. Я вам просто говорю, что я так живу, и кому интересно, я просто делюсь опытом. То же самое, что и про аппараты Саши. Я не говорю, что их нужно всем бежать и покупать, просто я сейчас делюсь теми впечатлениями, которые я буду ощущать, и теми видениями, которые я буду видеть людей, которые находятся рядом со мной рядом с этим аппаратом, так сказать, да. Поэтому это просто видение, это ни в коем случае не побуждение кого-то что-то купить, это просто мои наблюдения, которые я буду вам рассказывать, интересны они вам или нет, это уже другой вопрос. Вот это тоже хотелось иметь. Да, да, да. Ну вот тут просят, есть ли подтверждение, что аппарат, работающий на частоте микробиоты, вытесняет ли ее диалог, манипулирование? Но мы еще раз говорим, что на самом деле сейчас только идет исследование, тем более первые часы по Светланы практики. Я тоже очень много слышала про аппарат Александра. Я уже тогда зажглась на самом деле, но из меня такой, знаете, сборщик, что я на самом деле, мне надо, чтобы кто-то собрал. А Саша сам высылает готовые. А, уже готовые высылает, да. А то там было, что по запчастям было дело, и я поняла, что нет, это не для меня, я блондинка, прям блондинка в этом плане. Вот, и я еще могу собрать, и останутся лишние запчасти, друзья. Вот так вот. Поэтому, на самом деле, Света, очень интересно. Вот, да, единственное, что здесь спросили тебя, Светуль, какая... Какая пелена? Пелена. Я, кстати, даже не знала, что есть несколько версий. Я тоже не знала. Вот буквально дня два назад узнала, что это такое. Я думаю, что аппарат «Чистые дни», они чуть-чуть позже сделали. Я немножко присутствовала в этом, да. Вот здесь вот пишут про клетки, про организм. Вот, ну, я на самом деле тоже пока далека от того, что пишет Евгений. Вот. Ну, давайте, давайте мы это дело пока оставим, да. Да, 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 пока еще рано об этом говорить. Просто я сказала, что вот есть такое. Потому что мне все-таки кажется, что если мы что-то... Если уж мы настолько открыты и говорим, какой у нас образ жизни, то, наверное, это было бы по-честному сказать, что у нас в нашей жизни произошел какой-то новый нюанс. Это как минимум по-честному, по правде. И чтобы вы тоже понимали, как воздействует и на кого. Может быть, на других людей он будет воздействовать по-другому. Вот я просто вам сейчас сказала свое чувствование нескольких часов рядом с этим аппаратом. И все. Пока на этом вся информация, которая у меня есть. Это прекрасно, ребята. Это прекрасно. Но учитывая, что у тебя организм более чувствителен, насколько я понимаю, раз уже больше 10 месяцев, ты у нас в чистоте внутренней. Это, конечно, очень интересно. И мы будем ждать. И плюс еще я помню, что у тебя есть для нас творческий сюрприз, Светочка. Да, у меня... Тиша. А сейчас можно? Ну прям... Тиш, дай мне, пожалуйста. Сюда подойди. Только побыстрее. Ребят, пока Светлана там общается, я хочу сказать, что уже, наверное, пару недель, к Светлане пришел очень интересный музыкальный инструмент, который она сильно захотела, выбрала, очень долго выбирала. И вот все-таки я думаю, что у нее сначала младший сын завоевал этот инструмент. А сейчас вот Светочка. А Света, скажи, пожалуйста, как он правильно? Глюкофон? Глюкофон, да. Вот он у меня такой вот красивый. У него просто невероятное звучание. Я, конечно, сейчас прям не буду, потому что я скажу по-честному, я только учусь, но у меня уже на нескольких пальцах синяк, синяки. То есть я до такой степени прям... Мне так нравится. Я просто несколько вам покажу, насколько у него красивый звук. Ребята, предлагаю просто прикрыть глаза и все-таки ощутить. Светочка, мы идем в потоке. Мы минуту-полторы-две готовы. Ой, мне пока столько не проиграть, я пока только осваиваю ноты. Ну, как пойдет, без всяких, да. Пока на этом все. Я думаю, что как раз мы на детокс я его обязательно возьму, потому что я немножечко уже научусь руками, потому что руками мне больше нравятся. Вот. И там мы обязательно проведем и медитацию, и разговаривать. Классно. А может, когда, пока мы разговариваем, Тихон рядышком подыграет, я так понимаю, видя, как он играл на видео, мне кажется, что на самом деле у него пойдет сейчас. Прям такое, знаете, пошло волшебство, я как будто бы вот с гуслирами оказываюсь вот в этом состоянии. Вот только гусли. И еще есть такой этот большой струнный инструмент, раньше на которых играли. Ну, вот как гусли, это еще есть... Все забыла, как называется. В общем, все, что струнное, и вот такое, меня прям сразу погружает в мир такой сказки, в лес какой-то эльфов и так далее. Клево. Клево. Хорошо. На депривацию стоит уже включиться, что это будет действительно волшебное сопровождение всех практик, и вообще можно будет попробовать, да, Света? Да, обязательно, обязательно. Обязательно мы его с собой возьмем, потому что это просто чудесный звук. У меня сын только под него сейчас засыпает. Я потихонечку играю, а он... Замечательно. Вот так, я вернусь к чату, а то я тут уже улетела. Хорошо. Мы про аппарат оставим, мои друзья. Про аппарат оставим. Спрашивает Сергей. Светочка, свое биополе вы измеряли? Я скоро измерю. Я, потому что сейчас этим занимаюсь. Мы найдем день какой-нибудь со Светулей, и я ее протестирую заочно, и многие другие съемы сделаем мы, и потом я уже могу предложить вам мои услуги в качестве, там, я не знаю, ну, просто эксперимента, друзья. Но на это все равно нужно хотя бы 30-40 минут однозначно времени на каждого человека. Вот, Светочка, где ты еще измеряла свое биополе, скажи? Не-не-не, я никогда не измеряла, даже не знаю, что это такое, ребят. Ага, я поняла. Вот, правда, спасибо, Филин, птица мне. Арфа, действительно, арфа, потому что Алис Баар, первый раз я увидела Алис Баара лет, ой, 15 назад, наверное, на концерте. Он из Венгрии приехал, и Алис Баар вот играл на арфе. Это была просто такая терапия великолепная, просто улет. Так что, Светочка, мы ждем. Да, обязательно. И вот вопрос. Марафон для начинающих совсем с нуля. Ты, наверное, тоже его хотела прочитать. Да. Ну, во-первых, это, конечно же, если есть возможность выезда, то это можно сделать прямо в 14 февраля в Сочи. Там мы будем с нуля рассказывать, что, как, почему. Он будет интересен как вновь начинающим, так и практикам, потому что там будем разбирать очень глубокие вопросы именно начала самого человека. От чего? Где начало? Где эта точка отчета? Вот. Поэтому это будет интересно. Если нет возможности присоединиться физически, то онлайн марафоны, следующий марафон, он будет в марте только, то есть раньше не получится. Вот это точка зачатия, точка рождения, вот это точка ноль, с которой все мы, друзья, пришли. Вот Светлана говорит об этом. Ну, соответственно, там, где рождение, там и смерть. Поэтому будет у нас интересная практика рождения и смерти. Так, смотрю еще. И здесь я немножечко в зуме. Ребята, включитесь, включайтесь. Уже соскучились по вам. Хорошая пошла. Мы слышим уже звук. Ага. Ну, вот здесь вопрос такой, я так вижу Евгении все-таки. Волосы жирные изначально. На чистых днях не меняется состояние волос. Говорили, нормализуется. Видимо, за три месяца еще мало. Но вот вопрос, вы три месяца были на чистых подряд или как? Вот. Относительно жирных волос. Да, тут нужно смотреть. То есть жирные волосы, они же у нас идут, это же не волосы жирные. Это у вас сальные железы. Почему именно на голове у вас жирные волосы? Сальные железы – это что-то с вашими сосудами, в первую очередь. Это далеко не от шампуня. И едой, конечно, мы это можем скорректировать, но это должно пройти какое-то время. А с какого дня седина уходит? Ребята, это тоже все очень индивидуально. Я могу сказать, что когда я была три месяца на сухих днях, то у меня к концу третьего месяца у меня начал вылезать пушок. То есть как новые волосы. К концу третьего месяца абсолютно без еды и без воды. Это был какой-то второй или третий заход у меня на чистые дни, когда был на такой, на длительный. Вот тогда у меня начались такие процессы. Дальше продолжение разговора с Евгением. Мы – симбиотические организмы. Наших клеток 43% от тела. Стоит ли очищать, травить симбиотов? Ну, ребят, я вам скажу так. Смотрите, вот все, что бы мы ни делали, если мы будем заниматься только чем-то одним, это результата не даст. На самом деле вообще без разницы, сколько нам лет, потому что наши клетки существуют только 7 лет. Они обновляются каждые 7 лет. Поэтому если у вас есть четкое понимание, что вы за 7 лет должны перестроить свои мысли, свое физическое тело, свое восприятие к этому миру, то у вас вообще старость, дряхлость и, наверное, какие-то все сопутствующие вот эти вот аспекты, которые мы, наверное, ставим равно со старостью, они от вас просто будут постепенно отходить. Но сколько на это нужно времени, я еще раз говорю, я сказать не могу. Я настолько непродолжительное время в этом состоянии, то есть у меня в марте будет всего лишь год. Поэтому это рано еще говорить. Я просто рассказываю о тех процессах, которые со мной происходят. А что будет лет через 5, вот это вот уже будет интереснее. Так, принято. Теперь еще вопросики идут. Практикую 3 месяца, 3 дня в неделю на чистых. То есть в течение 3 месяцев Евгений 3 дня из 7 на чистых. А у вас какое питание, когда вы кушаете? Какой образ жизни? Насколько вы активный образ жизни ведете? Как вы двигаетесь? Какая физическая активность? Силовые нагрузки, либо больше кардио. Это тоже очень много значит. Так, пока мы не знаем дополнение, есть вопрос. Подскажите, от чего постоянно фурункул или и фурункулез? Пожалуйста, дайте какой-нибудь совет. У меня уже 2 года, очень замучилась. Ну, вообще фурункул и фурункулез, я вам могу сказать, это непринятие вашего внутреннего мира. И вы у вас все время, вы настолько внутри скованы, либо скованы вообще, в принципе, либо какой-то ситуации, какую-то ситуацию не можете из себя отпустить. И она все равно пытается выйти наружу и вот таким вот способом. Это нужно, конечно же, разбирать психику. И давайте я вам сейчас дам тогда рекомендацию, какую травку вам заварить, чтобы прочистить кровь. Это, конечно, не панацея, это просто ваш помощник. Вы это четко должны понимать, что это просто ваш помощник. Это корень солодки и тысячелистник. На пол-литра горячей воды берете половину чайной ложечки без горки солодку и половину чайной ложечки без горки тысячелистника. Это нормализует лимфоток и очистит кровь. Насколько это возможно вообще сделать для этой травки. И, конечно же, очень нужно будет достаточно тщательно работать над своей психикой. Нужно разбираться, вытаскивать наружу. Пока вы не вытащите этот зажим, этот зажим будет выходить у вас вот таким образом. Так, у нас есть еще вопросики. На сухих днях появляется тахикардия. Можно ли этого избежать, спрашивает Ольга. Тахикардия появляется, да. Она появляется за счет того, что кровь густеет. И у нас на сердечке клапаны, они привыкли к другой чистоте, к другой вязкости крови. И поэтому у нас получается, что он как бы работает намного больше, он хочет побольше вот этой крови, а она у нас густеет. Чтобы этого не было, чтобы кровь так сильно не густела, обязательно входим на пяточках, потому что пяточки на сухих днях – это просто наше все. Она очень разжижает кровь. И, конечно же, эта гвоздика под язычок, она структурирует по-иному все наши процессы, связанные с кровотоком. И холодный душ, конечно же, вам в помощь. Холодный душ тоже очень хорошо помогает от тахикардии. Светочка, повтори, пожалуйста. Ты сказала тысячелистник и какую траву? Солодка. Солодка, не солодник, это самое, вот тут кто-то написал. Солодка, друзья, солодка, она такая, действительно, приторно-сладковатая. Корень солодки и тысячелистника, да, корень солодки. Корень солодки, хорошо, хорошо. Ага, ну тут еще рекомендуют проверить щитовидку. По высокому давлению психосоматику, высокого давления спрашивают, какова психосоматика. Психосоматика высокого давления. Высокое давление – это… Ну, здесь оно, высокое давление, оно не бывает само по себе. Смотрите, есть у нас болезни, которые мы можем разобрать по психосоматике, которые сами по себе уже дают какую-то картину. А есть некоторые болезни, которые постоянно в связке. И вот как раз высокое давление, гипертония, она идет обязательно в связке чего-либо. И здесь нужно смотреть в связке какого заболевания у вас идет это. И тогда уже можно будет разобрать психосоматику. Хорошо, хорошо. И может спрашивают, Светочка, улучшилась ли у тебя гибкость? Ну, я могу сказать, что я уже очень длительное время вот в таком смысле не занималась. Меня сейчас больше как-то мне хочется такой активности с весами. Вот, поэтому я не могу сказать, насколько гибкость улучшилась. Но я могу сказать, что сухожилия, они, конечно же, чувствуются, что они… Да, связки, сухожилия, они стали более гибкими. То есть я могу какие-то вещи делать, но… Ну, то есть, например, видно там по рукам, да, там по пальцам. Как-то вот они вот, пожалуйста, там какая-то вот такая вот гибкость. Это вот все есть такое. Да-да-да. Вот эти вот моменты все больше и ближе пальчик. Да-да. И вот здесь тоже. Да-да-да, класс. Да, и ты сказала с весами, имеется в виду, что с тяжестью, да, тебе нравится все-таки. Вот, ты ленажный зал, вот это все. Вот это вот. Я могу сказать, что когда вы убираете сон, когда сон минимизируется, кардиоупражнение, либо просто поболтать, не хватает на выплеск этой энергии. То есть ее нужно куда-то, либо тебя выкинет на еду, где тебя немножечко будет приземлять, либо нужно что-то найти такое, куда ты будешь выплескивать вот эту вот кучу адреналина. И мне на данный момент помогает зал. Может быть, я еще что-то потом для себя найду. Но когда у меня длительные сроки без сна, то мне неизбежно. Евгения спрашивает, мышцы – это аналог жира в организме? И мышцы – это запас питательных веществ? Нет, нет, это ни в коем случае. Во-первых, я вам могу сказать, что если вы на естественном питании, то у вас не будет как таковой мышечной массы, к которой мы привыкли, что там банки такие, у вас будет более такое, оно как бы будет жилистое тело. У вас не будет тех мышц, с которыми мы привыкли. Это и качество другое, и форма другая. И, конечно же, это никак не связано с жировыми отложениями и со слизью. Отлично, благодарим. И еще вопрос. Олеся спрашивает, а когда пятки трескаются, они, когда уходят… Это печень или почки? Что-то не поняла. Когда уходят… Почему-то семерка стоит. Олеся что-то непонятное написала. Ну, в общем, когда пятки трескаются, это печень либо почки, друзья? Ну, вообще, когда пятки трескаются, нужно смотреть вообще ваш образ жизни, потому что пятки, бывает, трескаются просто элементарно. Не надо все стягивать прямо вот на такую наглубильную психологию, и некоторые вещи, они лежат просто наружу. Бывают, пятки трескаются особенно зимой, когда, например, мы ходим очень часто в носочках, нет доступа кислорода к пяткам, и за счет этого они трескаются. Возможно, и по другим причинам, что у вас не совсем удобная зимняя обувь, и она потихонечку трет пяточки. И вот эта вот корочка, она наращивается и потом трескается. Это тоже второй момент. Если мы говорим про жаркие страны, то когда мы ходим по песку либо по камням около моря, пяточки тоже трескаются. Если мы носим, например, дома тапочки, которые шлепают, ну, обычные тапочки, шлепки, то от этого тоже трескаются пяточки. Поэтому нужно смотреть, что у вас, потому что это, может быть, просто лежит на поверхности. Не обязательно вот прям туда залезать, именно прям пятки, что это вот именно почки либо печень. Потому что могу вам четко сказать, что почки и печень у нас, наверное, у всех в не стопроцентном здоровом виде. Поэтому это безусловно, что они у нас работают не на стопроцентном. И даже чаще всего не на 70. Да, как говорится, организм, как наш аватар, весь изнашивается, друзья. А вот еще вопросы. Они так интересны, прям вот в унисон, с двух разных каналов, но про одно и то же. Сколько вы спите, Светлана? И у вас цветные сны управляемые ли, если есть сновидения? Сколько я сплю? Сплю всегда по-разному бывает. Ну, вот позавчера было где-то, наверное, часа два с перерывами. Вчера не было. Сегодня будет или не будет, не могу сказать. То есть у меня нет такого, что нужно обязательно поспать раз в день или поспать обязательно ночью. То есть когда ты не спишь по несколько дней, ты можешь спокойно абсолютно лечь днем на несколько часов. Потому что ты четко понимаешь, что ты там еще 2-3 дня не будешь спать, будешь бодрствовать. То есть для тебя это уже не важно, в какое время, во-первых. И сколько по времени, тоже вот оно по-разному. Оно абсолютно по-разному. Но это как бы мало в общей сложности. Это часа два и не всегда каждый день. Не каждый день. Вот. А если про сны говорить, то я, наверное, скажу так, что когда бы я, наверное, говорила уже, либо я здесь говорила, либо в закрытом клубе, я не помню уже, когда вы достаточно в легком состоянии тела и ума, когда у вас облегченный сон, облегченный в смысле, это не каждый день, а несколько часов в неделю, то тогда ваш головной мозг, он перестраивается. Вы не спите так, как спят люди на еде. У вас либо одно полушарие отключается, либо другое полушарие отключается. И в зависимости от этого, какое полушарие у вас включено, какое отключено, ту плотность этого мира вы начинаете ловить. И в зависимости от этого у вас уже идет. Либо это какие-то более реалистичные сны, либо это из другой плотности, когда вы видите, ну, к примеру, ваших близких людей, которые, как мы любим говорить, умерли. Это, ну, такой достаточно глубокий вопрос. Его, конечно, здесь осветить нет ни времени, ни возможности, но на морфоне «Депривация сна» мы это будем с ребятами проходить. Он будет 21 числа, поэтому присоединяйтесь, у вас еще есть время, если вы хотите более глубоко это все исследовать. Отлично, отлично. Я так помню, где-то я читала или слушала про то, как отдыхают то ли дельфины, то ли кто-то из вот водоплавающих. У них действительно отдыхает одно полушарие в тот момент, когда работает другое. И то ли у китов святую. Ну, прям интересно очень. Хорошо. Что скажешь про… Слышала такое, что есть такое создание? Я слышала такое, но, опять же, нас же одно время очень сравнивали, что мы очень похожи, по-моему, с дельфинами. Говорили, что человек очень похож с дельфинами. У него практически одинаковые вибрации. Но на этом либо исследования закончились, либо нам не все рассказывают, рассказывают, потому что намного глубже все это идет. И когда мы начинаем уходить в исследование своего тела, то такие моменты выходят, что с одной стороны кажется, да как ты мог этого не знать? Это же все на поверхности. А с другой стороны даже иногда поверить в это сложно. Да. Да, да, да. Здесь еще вопрос по поводу витилинго, о пигментации кожи. Что можно сказать по этому поводу относительно? Что можно сказать? У нас даже в закрытом клубе ребята написали, что, по-моему, даже в телеграм-канале, который у нас абсолютно бесплатный и открыт для всех, там, по-моему, написали ребята, что на каком-то чистом дне, вот эти вот, где пятна были, кожа прям начала шелушиться, сходить, и под ней, под этим пятнышком, чистая белая, ну, светлая кожа. Поэтому на сухих днях, да. Да, да, да. Как наклейку, как стикер, сняли все. Замечательно, замечательно. Ну что, у нас сегодня прям очень так живенько, осталось 9 минут до окончания часа. Мы тут еще вопросы у нас есть. Вот есть такой вопросик, по-моему, он содержит ответ. У меня лишний вес, может, от него давление? Особых болезней не знаю себя, к врачам не хожу. Давление не постоянно, а такими кризисами скачет раз в месяц или реже. Ну, конечно, когда лишний вес, представляете, лишний вес – это, во-первых, у вас все органы смещены и немножечко придавлены. И лишний вес – это то, что вы видите. А внутренний жир, вы даже не видите, сколько у нас на внутреннего жира идет, когда даже есть у худеньких достаточно стройные люди, когда начинают исследоваться, то у них очень глубокие жировые отложения. Вот. И эти жировые отложения, они не только смещают и сдавливают наши внутренние органы, но они еще и затрудняют их работу на выведение либо впитывание каких-либо компонентов. Да, абсолютно верно. Я хочу добавить, что, так как занимаюсь висцеральным массажем, это действительно массаж живота, и там очень много этого жира висцерального. На самом деле, очень сильно у нас, у людей с лишним весом, скажем так, прям вот, знаете, печень вся вот она в жире, вот все органы, они настолько растянуты, понимаете, тот же желудок, кишечник вообще просто, толстый кишечник до невероятных размеров растянут, понимаете, поэтому пожалейте, пожалейте свои органы, начните заботиться о них, начните с чистых дней, с различных вот наших детоксов и так далее, и включайтесь, 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 группу, телеграмм, там, где безоплатный вход, и начинайте исследовать себя и делать для себя что-то хорошее. Так, тут Вера написала вопрос, академик Миронова говорит, что у нас сейчас правое и левое полушария мозга соединяется. Ребята, если мы продолжим жить таким образом жизни, есть все, курить, материться, и вообще, чтобы были у нас такие мысли, то у нас не только левое и правое полушария, у нас даже попа соединится и срастется. Это безусловно. Это так. Мы хотим, что если Миронова сказала, Миронова, уважаю, обожаю академика Миронову, но действительно, это если нужно что-то для этого сделать, друзья, а не так, что образ жизни остается все тот же, а мы думаем, что все сейчас предсказания все, да, всех наших, всех ченнелингов и так далее, кто на этом сидит и говорит про то, что будет все к лучшему, а мы будем такие все продолжать, да. Нет, нужно меняться, конечно же, нужно что-то сделать для того, чтобы это пришло и это было. Начинаемся из себя, друзья, из себя. Так, я вот не понимаю, почему у меня не всегда обновляется YouTube. У меня вот на YouTube ранее, это вот 10 минут назад Любовь спросила. Больше я не вижу сообщений, и здесь, сейчас, минуточку, в зуме вот обновление, друзья, пошло. В зуме. А, нет, это просто поддержка, поддержка. Друзья, если есть желание, я все вас приглашаю на звуковой и видеочат, если есть возможности, желание поговорить сейчас в чате, спросить что-то у Светочки. У меня буквально 5 минуточек, потому что у меня проходит марафон, вот, и мне нужно будет в 23 часа выйти в эфир уже с ребятами. Давайте, ребят, завершим за эти 3 минуты, и есть еще возможность поговорить. Василий спрашивает. Здравствуйте, как справиться с жором после голодания? С жором справиться очень просто. Это очень важно. Правильно выходить, чтобы у вас был правильный выход, и обязательно нужно понимание, что с вами происходит на сухих днях, почему вы начали кушать, и зачем вам нужны эти автономные дни. Когда у вас это понимание будет, то у вас тогда не будет никакого жора. А чтобы это понимание было, то, конечно же, к нам на детокс-марафон, либо на онлайн-марафоны. Мы вас ждем. Отлично, отлично. Друзья, благодарю. За ваше внимание. Вы все такие замечательные, все замечаете, видят, что свет новый у меня и так далее. Сижу прям под таким ярким прожектором, мои хорошие. Ну что ж, давайте тогда мы будем завершать, чтобы на следующую неделю у вас было чувство небольшого голода, как и во всем. Должен быть голод на самом деле, чтобы можно было больше ощущать и больше чувствовать эту жизнь всеми своими фибрами и кожей, друзья. И Светочка нас немножко заинтриговала своим глюкофоном. Здесь уже пишут девочки, что хотят такой глюкофон уже несколько лет. А я относительно наших желаний, помнишь, я позапрошлом эфире говорила, ребят, кто написал 150 желаний, сейчас выписываем первые 100 желаний из этих 150 и начинаем их произносить хотя бы три раза в день по 7 раз. Это первое, что я могу сказать. Поэтому кто еще не дописал 150 желаний, дайте, пожалуйста, и дальше продолжим. Потому что, ну, обещала, нужно выполнять, потому что уже чувствую иногда невыполненное обещание, оно прям тянет на тонком плане очень сильно. Сейчас я еще посмотрю, Светочка, здесь. Есть вопросики. Ага, да, многие хотят глюкофон, мои хорошие. И у меня есть, да. Есть еще мысли других людей. У вас их слышно. Не поняла. Не поняла, Мариюшка. Их слышно. Ну, ладно, оставим это как как некоторую интригу. Не совсем. Друзья, итак, у нас следующий эфир. Это будет завершающий конец месяца, так как сегодня у нас уже 20-й, 27-го января. Да, и нам хотелось бы до конца января, после 27-го, знать о ваших намерениях, желаниях, что вы хотите видеть в феврале, что вы хотите слышать. И, конечно же, у нас 14-го февраля будет оффлайн-встреча, наш детокс в Сочи на Черном море. И если кто, у кого-то еще остались какие-то вопросы, посидят или боитесь, пишите к нам в личку, можете писать и звонить по телефону, по крайней мере, будет видно, что проявились вы, но лучше, конечно же, написать. Сейчас такое время, что отвечать на вопросы по телефону не всегда удобно. В этот момент работа идет на другом телефоне, различные жизненные какие-то, личные дела. Поэтому ждем вас. Олеся пишет, покупая билеты. Ну что ж, Светочка, завершающие твои слова, если будут еще вопросы сейчас. Нет, все очень приятно нас видеть и слышать. Спасибо огромное. Да, ребят, я вас всех благодарю. Спасибо огромное Автополстару, что приглашает. Да. Спасибо всем огромное. Спасибо за вопросы. Спасибо всем огромное. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо, что были, что слушаете. И ждем, конечно же, новых вопросов. Если есть какие-то вопросы, пишите. Все контакты Автополстар оставляет. И благодарю вас всех, обнимаю. И жду, конечно же, на Маракон, на Детокс, на Ретрит. Буду очень-очень рада вас видеть и слышать. Всем пока, друзья. До новых встреч. Хорошей недели. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok